Дорогие друзья, слушатели и зрители, доброе утро вашему вниманию в прямом эфире программы «Якутск. Сегодня». Для вас республиканская радиоволна и республиканский телевизионный канал. И у микрофона с вами я, редактор Светлана Вишнякова. Я снова в своей маске. Хочу сейчас сразу обратиться к зрителям. Мне и лично, и так, я слышу, говорят, что маска мне мала. Извините, сегодня взяла медицинскую, не могу в ней говорить, поэтому потерпите, дорогие. Я в ней зато хорошо со звуком и слышу себя, и вы меня хорошо слышите, поэтому я оставляю с собой право этой маски. Режиссеры сегодня Михаил Эверстов и Ольга Степанова. А в нашей студии по вашим многочисленным просьбам снова врачи. Заместитель главного врача по клинико-экспертной работе Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Надежда Петрова. Надежда Семеновна, здравствуйте. Здравствуйте. И исполняющий обязанности заведующего отделением рентген-хирургических методов диагностики и лечения Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Семен Эверстов. Семен Афанасьевич, доброе утро. Здравствуйте. Спасибо вам большое, что вы нашли время прийти сегодня в нашу студию. Рада вас видеть. Вопросы есть от слушателей и от зрителей. К ним мы перейдем чуть позже. Общая наша тема, мы будем говорить, как уж повелось у нас с прошлого эфира, о здоровье, о том, как его сохранить и приумножить. И начать я хочу с поздравительной новости, с приятной, то, что у вашего отделения юбилей. Расскажите о том, какая это дата и какими достижениями вы эту дату встречаете сегодня. Спасибо. Спасибо за вопрос. Наше отделение открылось 16 марта 2011 года, как самостоятельное отделение. Уже прошло 10 лет. До этого был ангиографический кабинет, основанный Барановым Владимиром Алексеевичем и Дакунаевым Владимиром Васильевичем. Основная задача, цель нашего отделения – это проведение ангиографических исследований и диагностических операций и лечебных операций. Которые связаны с сосудами, то есть леча сердца и головной мозг. Основные наши больные – это сердечно-сосудистые больные, которые поступают к нам в экстренном порядке. Отделение работает 24 часа, 365 дней в году. То есть просто так в ваше отделение невозможно прийти, чтобы там просто обследоваться для себя или просто пройти профилактику каких-то заболеваний? Если уже что-то случилось, только в этом случае везут человека в ваше отделение? Да. А какие истории наиболее частые? Что происходит с горожанами в Якутске, когда экстренно нужна ваша помощь? Какие диагнозы? Ну, например, у больной диагностируется острый инфаркт миокарда, вызывает скорую медицинскую помощь. Скорая помощь перевозит в нашу больницу приемный покой отделения неотложной кардиологии. Там больного встречает тот кардиолог, который дежурит в приемном покое. И проводятся необходимые обследования. Если больному показано, вот именно посмотреть, какие артерии, сердце, это поражение артерий, если идет острый инфаркт, то незамедлительно больного перенаправляют в наше отделение. И мы сразу проводим вот эту диагностическую операцию, коронарографию, ангиографию коронарных артерий. И по находке, по тому, что мы находим, или это может быть закупорка артерий сердечной, или же сужение стеноз, мы переходим уже к второму этапу лечения. Или это заключается в открытии этой закупоренной артерии, или же вот расширение вот этой бляшки. То есть устанавливаем коронарный стенд, устраняем дефект. А дефект это от атеросклерической бляшки, чаще всего. А вы можете простыми словами объяснить вообще, что происходит, когда вот такая ситуация в организме человека, и что к этому приводит? И может ли сам человек на первых каких-то вот этапах вот сам понять, что ему уже вот нужно прямо идти к врачу, чтобы не дотягивать до такой ситуации, когда он будет вызывать скорую помощь? Да, если касается именно вот этого вот сердечных проблем, да, вот именно. Ну вот инфаркты, вот инсульты, очень же боятся. Человек инфаркта, частые симптомы, это сжижение за грудиной могут возникнуть при физической нагрузке. За грудиной это ближе к стене? Да, прямо в груди могут быть межлопаточные области, отдающие влево. А это можно же перепутать с желудочными или нет? Это понятно, что это что-то другое. Да, кстати, часто бывает так, что, ну, сердечная боль, она не связана с движениями, то есть не связана с дыханием, вот, при вдохе она не усиливается. То есть она возникает при физической нагрузке, часто возникает. Если при подъеме на лестнице, если человек там в стрессовых ситуациях может возникнуть. Ну, самый главный фактор, это то, что он не связан с движениями. Очень часто бывает, что больные поступают и рассказывают симптомы остеохондроза, межреберной неврологии. Нет, а как, вот, если вы говорите, не связан с движениями, человек, если поднялся, вот, поднялся по лестнице, держит движение? Это связано именно с той нагрузкой физической, которая, вот, именно нехваткой кислорода в этих сердечных клетках. То есть если человек поднялся по лестнице, и он чувствует джижение в груди, это значит, у него уже проблемы с сердцем. А он может это перепутать с какой-то, там, симптоматикой, типа, там, со спиной у меня что-то не то, да? Да. И плюс ещё часто бывает, одышка бывает. Ну, основной... У многих бывает одышка. Да. Основная симптоматика вот такая. Ион-МК? Ну, ион-МК. Да. И плюс к этим больным, то есть для... Мы занимаемся теми больными, которые поступают с острыми ишемическими инсультами. То есть это когда вот проблемы уже в артерии головного мозга. Чаще, чаще, да. Чаще вот называется закупоркой тромба. Если человека к нам привозят в течение шести часов, сейчас пока вот такое время, золотое время, да, если мы уберём вот этот тромб, то большой шанс восстановиться полностью. У нас есть такие практики? Это вы сразу делаете операцию на головного мозга? Да. Мы правильно сразу вот с машины скорой помощи, ну, через приёмный покой больного, ну, обследует невролог, дежурный невролог, и доставляют к нам на операционный стол. Ну, какая работа у вас, да, очень сложная. Очень сложная. Помимо этого ещё у нас есть больные, которые нуждаются при субрагнадом кровоизлиянии. Чаще бывает это аневризмы. Разрыв аневризмы артерии головного мозга. Это уже... Да, это немножко другая патология, это дефект стенки артерии, и она разрывается. Но это уже же всё. Нет, почему и всё. Если к нам привозят, мы их лечим. Своевременно если привозят, то занимаются успешно. Методика есть как эндоваскулярная, как мы можем эмболизировать вот этот аневризм. Ну, и открытая методика, это наши нейрохирурги занимаются этим круглосуточно тоже. Очень большой объём они проводят таких операций. Давайте ещё про симптоматику поговорим. Вот вы сказали одышка, да. Люди могут не обратить на это внимание, потому что не все занимаемся спортом, да, там просто может показаться, что, ну, вот там давно не было физической активности, поэтому там немножко там вот стало как-то тяжело стало дышать там при подъёме на лестницу или когда быстро прошёлся там до автобуса или ещё что-то там, что-то тяжёлое потянул. Потом бывают, например, симптомы, на которые люди тоже не склонны обращать внимание. Это, например, онемение конечностей рук, ног или, например, руки-ноги там холодные или там потливость в руках. Это как-то связано вот с той диагностикой, о которой вы говорите? Вы имеете в виду при нарушениях мозгового кровопрощения? Да, то есть это как-то связано именно со судами. А онемение вот половины тела, например, вот если проблемы в левом полушарии, да, могут такие симптомы появиться в правой половине тела, да. Это как предикторы этих заболеваний идут ранние симптомы. Извините, перебью вас, мы сейчас пока вот вы рассказываете о вашей работе, мы же можем фотографии, да, показать нашим зрителям в вашем центре. Тогда режиссёра попрошу это сделать. Как раз вы рассказываете о том, как вы помогаете. Ну и есть группа риска, вот больные группы риска, это мужской пол, курение обязательно, вот к этому идёт малоподвижный образ жизни. А кофе, кофе, кофе манной? Ну я сам лично кофе вообще не пью, очень-очень редко, потому что кофе, она, как сказать, Она же суживает артерии, для гипертоников она практически противопоказана. А вот есть люди, которые и курят, и пьют кофе, и говорят, что чувствуют себя просто великолепно. То есть если утро без сигареты и без чашки кофе, это всё, человек не может в этот день быть активным. Это что тогда? То есть он, наоборот, чувствует подъёмные? Скорее, это всё зависит от самого комплектации человека. Может, если человек гипертоник, астеник, то для него вот такие факторы могут как-то ошибочно повлиять. Мнение о сложении ошибочной, что это помогает, в последующем это всё равно скажется на курение. Да. Курение, это стопроцентно, оно очень сильно влияет на просвет артерии. То есть стенки, внутренний просвет стенки, она сам никотин поражает. То есть мы это в овощи видим, проблемы есть. Смотрите, курение, вот, непосредственно, когда человек сам употребляет вот табак, да, а когда пассивные курильщики рядом находятся, это также влияет на вот стенки сосудов? Есть исследования, которые говорят о том, что пассивное курение, оно ещё больше вреда дает. А почему? Это же всё равно передаётся через дым, через волну. Но вот курильщик, он же сам вдыхает больше дыма, чем вот. Он выдыхает же вот. А, которые они только вдыхают, и у них там задерживается некосин. Конечно, это всё влияет. Вот не зря я против курения, я прям очень против, и я так радовалась, когда принимали этот закон, но мне, как говорится, не для всех закон писан, к сожалению. Давайте ещё расскажем о том, что для кого ваш центр, вот для каких, кто может туда ещё прийти, кроме того, что вот экстренно обращаются люди. Есть ли ещё какие-то заболевания, диагностики, можно просто обратиться. Без, не дожидаясь, когда, как говорится, жареный петух плюнет. Ну, центр, он предназначен для именно вот таких больных, которые вот нуждаются в экстренной помощи. Всё-таки только экстренная, то есть обычный человек не может туда, в ваш центр, не в отделение, а именно в центр. Да, больше всего для таких больных, для инсультных больных, для инфарктных больных. Ну, проще говоря, чтобы понятно было, так сказать, да, сердечно-сососистые больные. Чтобы оказать вот в эту временную рамку, оказать помощь, именно вот, нацеленно на это. Ну, кроме этого же есть ещё облитерирующая атеросклероза, там, диабетические ангиопатии. Да, вот эти заболевания, к сожалению, они вот на фоне сахарного диабета. Сахарный диабет – само заболевание, которое второго типа, я про второй тип говорю, поражает именно вот всей группы артерий. Это независимо, ну, от области не зависит. То есть среди наших больных очень много процентов высоких больных с сахарным диабетом. И часто поражает артерии нижних конечностей. То есть вот это вот. То есть наша методика есть такая вот лечебная, но она больше плановая, как бы сказать. Мы сейчас давайте про диабет поговорим о втором блоке. А сейчас на две минуты уходим из эфира. Не теряйте нас, слушатели и зрители. Дорогие друзья, мы снова в прямом эфире. Вашему вниманию программа «Якутск. Сегодня» и в нашей студии врачи, заместитель главного врача по клинике экспертной работе Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Надежда Петрова и исполняющий обязанности заведующего отделения рентген-хирургических методов диагностики и лечения Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Семен Эверстов. Говорим мы про то, как свое здоровье сохранить и желательно его приумножить. Вообще возможно ли это или все-таки это уже к данности, что ты становишься старше и уже здоровье твое становится хуже. Хотя мне кажется, что вот, например, в молодости я в каких-то вот там ситуациях себя чувствовала хуже, чем сейчас, когда я стала старше. Или все-таки физиология есть физиология, чем мы старше, тем наше здоровье становится, ну, менее крепким. Или все-таки есть надежда, что можно его сделать лучше? Ну, можно я отвечу, да. Ну, я считаю, что спустя годы это результат нашего, как мы жили, как мы питались. То есть, если человек, он будет придерживаться, ну, как сказать, более невредного образа жизни, то, я думаю, таких вот ранних проблем не должно быть. Я вот, у меня есть знакомые, которые тоже говорят, что вот, когда, например, пусть стали старше, да, но как-то научились где-то какие-то делают, там, не знаю, там, кто-то занимается, делает зарядку, какие-то другие профилактики, кто-то обследование проводит, пьет какие-то там БАДы, витамины. Вот, допустим, перестали там ровей болеть, например, да, стал иммунитет крепче, зиму не болеют, кто-то там на море съездил. То есть, вот так, а, допустим, когда были моложе, болели чаще. И как-то хочется верить, что такое возможно. А вы имеете в виду, когда в детстве вы, наверное, больше болели, да, вот, вирусными инфекциями? Нет, я вот уже про то такое более сознательное время, когда, мне кажется, я чаще болела вот и простудными заболеваниями. Но я это всё связываю с тем, что я стала заниматься своим психологическим здоровьем. И вот я очень верю в психосоматику, я верю, что основная причина, первая, это вот моё отношение, вот просто вот внутреннее, на уровне бессознательного, к себе и каким-то вот вещам. Мне вот это очень помогает. Да, я с вами абсолютно согласен. Чем меньше стресс, тем меньше люди болеют. Да, вот-вот, кстати, я когда научилась сокращать всё время проживания каких-то, во-первых, я их разрешила себе, да, сократила время проживания этих вот эмоций, которые я могла раньше растянуть на длительное время. Мне кажется, как раз-таки, что касается заболеваний сердечно-сосудистой системы, вот сердца, да, повышения давления, мне кажется, вот здесь есть прямая связь. Когда ты не запрещаешь, не трамбуешь себя, да, какие-то тяжёлые чувства, ты их показываешь, сам на них смотришь, можешь проговорить, это, конечно, варианты должны быть о том, как донести, да, о том, что ты чувствуешь. И тогда становится, правда, легче, и время, вот то, что произошло в этом дне, можно оставить и не тянуть там на годы, и не травмировать себя долгое время. Да, я согласен с вами. Мы вот хирурги, мы лечим именно последствия, а сам уже пациент должен следить за своим здоровьем, то есть уже то, что получилось, поступает больной, мы устраняем. С тем не встречаемся. Да, устраняем. Я даже верю, что если в параллели какую-то проводить психологическую работу с медикаментозным лечением, то это будет быстрее. И вот мы в первом блоке заговорили про заболевание диабет. Я тоже думаю, что это очень сильно связано с психосоматикой, с непроживанием чувств, когда вот люди не рассказывают о том, что они чувствуют, и это вот оставляют в себе, и потом вот организм таким заболеванием может человеку семафорить о том, что произошло. Давайте поговорим про тех, кто болеет диабетом, таких людей очень много, и, возможно, вы расскажете о той профилактике, которая поможет им не доводить ситуацию до экстренной, чтобы не обращаться в ваш центр. Ну, само заболевание, сахарный диабет, второго типа, который приобретённый, она связана в первую очередь с тем, что начинают клетки организма иметь устойчивость, снижается рецептор, рецептор на чувствительность к инсулину. Значит, насчёт вот этого вот происходит повышение уровня глюкозы, и, как говорят, сахарный диабет как бы третьего типа есть, это когда уже сама поджелудочная железа повреждается, то есть клетки лангенганца, они перестают выделять инсулин. Это связано, когда уже человек имеет панкретит, хронический панкретит, последствия острого панкретита. То есть это, да, связано с питанием человека. Стресс тоже очень сильно влияет на эти заболевания. А как это заболевание, можно ли как-то немножко, чтобы оно не прогрессировало, приостановить? Какая профилактика может быть, когда у человека уже стоит такой диагноз? Как ему вот питаться? Препараты ведь нельзя отменить, к сожалению. Да, ну, часто эндокринологи назначают это сахароснижающие препараты. Да, без них никак уже всё это навсегда. Комбинация нет, но они же сперва назначают диету, девятую диету. Если на фоне диеты не поддаётся, то уже идёт медикаментозная поддержка сахароснижающих препаратов, комбинация сахароснижающих. Ещё есть таблетки, которые стимулируют именно вот эти клетки, которые выделяют инсулин. Всё-таки ты то, что ты ешь, да? Да. Как ни крути, вот всё с пищей. И если уже на это не поддаётся, то уже идёт инсулинотерапия. То есть заместительная терапия. Спасибо. Я слушателям и зрителям хочу напомнить, что мы в прямом эфире. Телефоны 32 00 66, 32 11 66. Вы можете по ним позвонить, задать вопросы гостям нашей студии, врачам. И перед эфиром я собирала в соцсетях вопросы. Мне задали вопросы слушателей и зрителей. Но, возможно, то, что они услышали, что это диагностический центр, да? И я похвалила ещё ваше оснащение, почему спросила, что вот обычные люди могут к вам прийти. Потому что оборудование очень хорошее у вас. Вот. И задали вопросы, наверное, не совсем по теме, но я всё-таки их озвучу. И вы, если сможете, пожалуйста, ответьте. Вот один из вопросов при диагностике ИШАС. Вообще, какая диагностика нужна, которая вот это заболевание поможет вылечить? И можно ли его вылечить, если речь идёт о людях уже преклонного возраста? И есть ли профилактика этого заболевания? Ну, ИШАС, он возникает на фоне остеохондрозов. Остеохондроз пояснической кроссового отдела. Поясним, да, кто не знает ИШАС, это воспаление... Сидаристого нерва. Это область неврологии. Это область неврологии. На сегодняшний день неврологи очень хорошо диагностируют эту патологию. Но если требуется какое-то высокотехнологичное исследование для уточнения причины природы возникновения вот этой вот лимбошиалгии, то возможно проведение таких высокотехнологичных методов исследования, как магнитно-резонансная томография, где будет видно, что с позвоночником творится, с компьютерной томографией, да? То есть там полностью весь... Да, картина вся вырисуется, и оттуда уже невролог определит тактику лечения, тактику ведения пациента. Вот смотрите, вот, например, МРТ, да, вы про МРТ говорите, да? Полностью диагностика вот всей спины, да? И, например, после этого назначает врач какое-то лечение. Сколько шансов, что это поможет? И можно ли вылечить эту болезнь? Да, консервативно, как правило, вылечивается очень даже успешно. Да, и что? Но магнитно-резонансная томография, она не делается на весь позвоночник сразу. А частями? Да, любое исследование, оно проводится на область какую-то. И для того, чтобы исследование провелось и было очень эффективно, для этого нужно показание, чтобы врач-невролог поставил очень чёткие, для исследующего человека, для исследующего врача, чтобы поставил очень чёткие показания, чтобы определить, чтобы получить больше информации и больше полезности. Спасибо. К МРТ ещё вернёмся. У нас есть звонок нашего слушателя или зрителя. Алло, здравствуйте. Алло, здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста. Город Якутик, Калаева. А как вас зовут? Скажите, пожалуйста, я вот хочу спросить у врача, кардио-рентгена, да, у них есть аритмолог, да? Насколько я знаю, аритмолог есть только у них. А как можно, в кардио-центре его нет, как можно попасть на приём аритмологу? Спасибо за вопрос, вот, кстати, созвученный с моим, чтобы можно ли пока не дотягивать до экстренной ситуации, пройти обследование. Ну, наверное, нельзя. Да, как говорится, любой кардиолог является аритмологом. Специально, отдельно такой специальности аритмолог, врач-аритмолог, такого нет. Это, как правило, это врачи-кардиологи, которые обучены, все врачи-кардиологи обучены аритмологией, и кто-то из них работает в отделении кардиологии, например, да, в отделении хронической сердечной достаточности, в отделении неотложной кардиологии, кардиоаримации, и кто-то из них работает в аритмологическом отделении. Я хочу добавить еще к этому спасибо за вопрос, слушатели. В нашей области есть отдельное направление, именно эндоваскулярная хирургия, это лечение аритмий, сердечных аритмий, это радиочастотная абляция называется. Этими занимаются специально обученные эндоваскулярные хирурги, аритмологи, то есть кардиологи-аритмологи. Такими заболеваниями занимается Республиканская больница номер один, отделение рентгенхирургических методов диагностики лечения, тоже там находят, но они больше направлены на плановое лечение. Такие больные, они больше плановые. — 32-00-66, 32-11-66, то есть в Республиканскую больницу один нужно обратиться, наши слушательницы или зрительницы, кто задал вопрос. Верно ли, что самой точной диагностикой является МРТ? Продолжу задавать вопросы, которые я собрала до эфира. И что делать людям, которые не выносят замкнутого пространства? Как им, кто им может помочь настроиться? И вот там же где-то 15-20 минут это время как-то вот потерпеть. И вообще какие-то есть там такие фишечки, что не знаю, там музыка там или ещё что-то, чтобы человеку было легче это время прожить вот в этой капсуле? — Да, ну магнитно-резонансная томография — это новейший метод диагностики. Она очень в последнее время на его основании появились новые, как бы сказать, болезни, да? — Да. — Да. К сожалению, есть такие пациенты, которые не переносят вот узкое пространство, кластрофобия. Ну, в некоторых центрах это как бы идёт как относительное противопоказание. Но есть направления, которые работают с этим, чтобы включать музыку, да, чтобы больной не ощущал вот этого. Есть открытые вот магнитно-резонансные томографы, не замкнутые, а есть такие вот. — Что-нибудь успокоительное попить поможет, нет? — Да, все методы хороши. — Как говорится, психосоматика. — Настрой важен, да? Ну, хорошо бы, чтобы там как-то ещё психолог бы с человеком поработал, как-то бы его, не знаю, там погладил, там настроил. Мы сейчас на две минуты уйдём и вернёмся скоро в студию. Нас не теряйте, слушатели и зрители, и продолжим отвечать на ваши вопросы. Дорогие друзья, мы снова в эфире. Дорогие слушатели и зрители, доброе утро всем, кто присоединился к нам. Я напомню, что сегодня мы говорим о здоровье в нашей студии врачи, заместители главного врача по клинико-экспертной работе Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Надежда Петрова и исполняющий обязанности заведующего отделения рентгенхирургических методов диагностики и лечения Республиканской больницы номер 2 Центра экстренной медицинской помощи Семён Эверстов. Мы во втором блоке говорили о методах диагностики, про МРТ мы рассказали и о тех людях вспомнили, которым сложно проходить такую диагностику в силу каких-то своих фобий. Еще есть у меня вопрос от слушателей и зрителей о еще одном методе обследования ФГДС, которое тоже не всем дается. Есть ли какая-то на сегодня альтернатива, как можно еще продиагностировать свой желудок, речь о желудке, свой желудок, который будет менее травмирующий и неприятный, но не менее точный? Есть ли на сегодня такие альтернативы? Насколько я знаю, в нашем городе, в нашей республике альтернативы к такому методу на замену нет. Это очень высокоинформационная методика исследования желудка, пищевода, девяностотиперстной кишки. Что касается тех больных, которые мы направляем на ФГДС, это более такие плановые больные, к нам поступают, но нестабильности на карьере, это как еще не инфаркт, да, например. И мы проводим диагностическую коронарографию, и до этого мы обязательно проводим эту процедуру ФГДС. Потому что ваша связь получается, да, вот желудок и сосуды, вот это все. Да, потому что очень часто бывает, когда мы, вот я подробно расскажу, да, вот после того, как мы сделали коронарографию, мы можем перейти на стентирование коронарных артерий. И чтобы установить стенд, и чтобы этот стенд зажил, не затрамбировался, мы назначаем больным антиагрегантный препарат, который снижает свертываемость крови, да, грубо говоря так. То есть, и если у больного имеется в желудке эрозии или язвы, то они могут очень сильно закровить. Чтобы вот этого не было, мы проводим ФГДС. Расскажите, как может человек настроиться, чтобы это обследование прошло для него менее травматично? Да, сейчас очень много местных энергетиков. То есть, подготовка идет в любом случае и психологическая, и медикаментозная. Ну, это как-то, мне кажется, сам человек должен, наверное, позаботиться, потому что врачам же никогда там они приходят, это очередь быстрее, быстрее. Не можешь, все, до свидания. Ну, это больше как в поликлинике. Если к нам больной уже поступил, наши кардиологи, они очень грамотные, они все очень... Надо, значит, надо там уже. Отношение к больным у них очень чуткое. Выполняется весь алгоритм. Да, у вас-то там уже выбора нет, уже человек все, да, ему нужна помощь срочная. У нас такого не было, проблем с этим никогда не было. Да, это уже когда сам идешь на обследование, там, да, можешь немножко покапризничать, когда уже ситуация усугубилась, то, конечно, нет. Так, сейчас я еще, у меня есть вопросы по поводу обследования аппаратного. Вот есть у людей такие страхи, что вот аппараты в поликлиниках, они, или вот, допустим, в центрах, да, они не очень могут показать точно, потому что срок годности их вышел. И есть такое мнение, что врачи работают на аппаратах срок годности, которых уже истек, поэтому, например, не находятся какие-то опухоли, да, вот на той стадии, на ранней стадии, да, находятся уже, когда потом уже стадия, и нужно вместе с органом удалять. То есть вот есть вот такое недоверие, что не врач вот плохой, да, просто тот аппарат, на котором он работает, он его подводит. Что вы насчет этого можете сказать? Ну, я могу про свое отделение, про тот аппарат, который мы сами работаем. У нас ангиографическая установка установилась в прошлом году с поддержкой нашего правительства, нашего Минздрава. Мы приобрели очень хорошую ангиографическую установку фирмы «Филипс». Она была первая, в прошлом году первая, единственная на Дальнем Востоке. И, то есть, с этим у нас проблем нет. По своему классу. Да. Что касается оборудования и стечения срока годности, любое оборудование имеет паспорт, свой паспорт. И если оборудование совсем вышло из строя, да, и работать на нем невозможно, а то оборудование, которое срок годности как бы истек, но продолжает работать, да, оно, значит, отдает полностью, соответствует требованиям, и прошел всю профилактику свою, да. И поэтому все еще работает. У нас таких аппаратов тоже, как сказать, достаточно, которые рентгеноборудование и так далее. Но, как бы, срок годности аппарата не влияет на качество работы. Это, скорее всего, оборудование же ведь это только оборудование. Это результат, что получено на этом оборудовании, зависит от классности специалистов. То есть, если оно даже срок годности вышло, оно продолжает работать? Если оно продолжает работать, то он получил допуск. А если сломалось, то уже все? Да. Списывается. Я дополню, да, тоже вот это. Именно рентгеновские установки, да, они работают на основе генерации рентгеновских лучей. А рентгеновские лучи генерирует рентгеновская трубка. То есть, если менять вот эту рентгеновскую трубку, то аппарат возобновится, как новый. То есть, есть такие вот по гарантии, да, вот плановые замены рентгеновской трубки. То есть, сам аппарат может быть десятилетний, да, власти, а между этим сроком можно два-три раза поменять трубки. И она будет работать как обычная. Ну, в общем, приходится рисковать людям, потому что я сама сталкивалась, когда ты не получаешь снимок, и тебе говорят, ой, у нас что-то с аппаратом. То есть, потом его отремонтируют, и ты вторично приходишь. Ну, это ладно, если речь идет, там, не знаю, о каком-то таком обследовании для относительно здорового человека. Но если это вот было обследование, когда человек там с трудом передвигается, и он все-таки пришел, там, снимок не получает, то это, конечно, катастрофа. У нас есть вопрос слушателя или зрителя. Алло, доброе утро. Здравствуйте. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста. Я Федорова из Нюрбы звоню. Имена почему-то наши слушатели не называют. У меня это вопрос к врачам. От болезни сосудов может быть нарушение дыхательной функции? Это первый вопрос. И еще от холестерина. Если норма холестерина и вот либидного холестерина, норма такой должен быть. И третий вопрос. Нет, нетрансфордабельным больным, есть передвижная диагностика. Или как нам у вас обследовать? А вы из Якутска, да? Из Нюрбы. А, из Нюрбы. Конечно, это далеко, да. Татьяна Кентевна. А так я сама планово постоянно лечусь в больнице. У меня генетическая болезнь. Болезнь морфана. И паскалиоз, позвоночника. Но нарушение всего. И нарушение со стороны гормона, и со стороны обмена веществ, атрофии органов. И за счет деформации позвоночника у меня все там атрофировано. Атрофировано, и все там смещено, и смещение органов. Очень жаль, что у вас столько заболеваний. Спасибо вам большое за ваши вопросы. Вопрос хороший, правда? Давайте ответим. Да, ну, болезнь морфана – это генетическое заболевание. Спасибо за вопрос. При этом, так такое вот повреждение артерий, коронарных артерий, может быть, это больше связано с насосной функцией сердца. То есть на основании вот нарушения и насосной функции клапанного вот механизма, да, нарушения рекурпитации вот клапанов, может быть, поэтому отыска, вот, скорее всего, связана с этим. Так, а насчет вот транспортировки. А в Нерубе есть вот что-то, какой-то похожий центр? В Нерубе есть у нас первичное судистое отделение, живите, но оно тоже направлено на лечение острых коронарных патологий. Это острый коронарный синдром и острое нарушение мозгового кровообращения, да. Но в Нерубе очень большая, хорошая клиника, больница, очень хорошая центральная районная больница. Из тех, которые передвижны, передвижные аппараты, да, это, возможно, может быть… Максимум УЗИ. УЗИ, ультразвуковое исследование можно провести, возможно. Если есть переносной УЗИ-аппарат в Нерубинской ЦРБ. Такие исследования, как вот введением инвазии, да, то есть проколом артерий, как нашего, они, к сожалению, они только стационарные. Да. Ну да, аппараты же такие… Это требует большие условия, большие площади. Конечно, вот эти вот сосудистые исследования эндоваскулярные, да, и лечение сосудистого эндоваскулярного, это, конечно, это прерогатива больниц третьего уровня, медицинских организаций третьего уровня. Это как в городе Якутске, это вот больницы, которые расположены в городе Якутске, как НЦМ, как РБ-2, да. Для того, чтобы поставить перевод, там, ну, поставить вопрос о том, что дальнейшая маршрутизация нужна данной пациентке, это первее всего должны заняться ЦРБ-врачи, наблюдающие данную пациентку в ЦРБ. Про холестерин еще спрашивала слушательница. Да, ну, именно вот уровень холестерина, насколько я знаю, это 5 показателей, не должно быть выше, и она делится на липопротеи низкой плотности, то есть внутри этот холестерин она делится. Если высокий, там, за счет другого холестерина, как доброкачественного холестерина, то это ничего страшного. И вот повышение именно липопротеида в низкой плотности. Тоже корректируется по месту жительства. Спасибо. Наше время подошло к концу. Еще раз благодарю вас за то, что вы сегодня были вместе с нами. А слушателей и зрителей благодарю за внимание. Всем хорошего дня и здоровья. Пусть все будут здоровы. Субтитры сделал DimaTorzok